Пожарник на руках сносил. Кирилл сам спускался, Надя сама спускалась, а пожарник на руках его вынес. Ирина Малышева рассказывает о трагичных событиях прошлой ночи. Около трёх часов жильцов сразу трёх этажей, дома по улице Металлургов, 14, одновременно разбудили звонки в дверь. От пожара произошло короткое замыкание. В этой квартире спала молодая семья. Когда они поняли, что произошло, было уже поздно. Дым и огонь пробрались в квартиру. С месячным ребёнком на руках они выскочили на балкон. Малыш задыхался от угарного газа. И самое страшное, говорит женщина, злоумышленники отрезали все пути к спасению. Подожгли с той стороны и подпёрли дверь, и люди не могли выйти. Поблили бензином и подожгли. Мальчик в реанимации, в краевой. Дай бог здоровья пожарнику, вынес по лестнице, вынес этого ребятёночка, спас. Второй раз родился парень. Страшные подробности, которые рассказывает пенсионерка, подтверждают и другие жители злополучного подъезда. Горело всё, и стены, и двери. В подъезде до сих пор горячие стены. Напуганные люди ждали своей судьбы в полной темноте. У многих пострадали квартиры. Пытаясь открыть двери, жильцы впускали огонь внутрь помещения. Мать этого молодого человека чудом избежала пламени. В глазок смотрит, и там огонь. Я думала, ну мало ли, там что, кладовка. Ну и всё, дверь открывает, оттуда вот как, ну, пошёл. А видно, дверь, ну, повело, нагрелось, и всё обратно уже закрыть никак. Полиция говорит, что верёвки натянули. Ну, и это организовано было всё. Прибывшие на место пожарные совместно с полицией эвакуировали из дома 30 человек. По лестничным пролётам и автолестнице вытаскивали людей из окон. Потушить пожар удалось примерно в 4.20 утра. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К восстановительным работам уже приступили работники местной обслуживающей организации. Уже от гаи попоти там горячие площадки отнули. Сейчас тут свет появится. Ребята протянули дальше лампочки, и тут тоже свет умолчат. То есть уже будет намного чище. На месте продолжаются следственные действия. Работают эксперты. В городской полиции версию поджога не отрицают. Однако говорят, что какие-либо окончательные выводы делать ещё рано. Следственные оперативные группы отрабатываются все версии данного возгорания, в том числе и поджог также отрабатывается. Всё будет решаться, исходя из того, какую информацию сотрудники полиции проверят, и насколько она будет достоверна. После завершения доследственных мероприятий будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет. Сергей Сеславин, Алина Штоколова, Александр Яромошенко. Новости.